Всем привет дорогие друзья и сегодня наш обзор будет посвящен не совсем умному гаджету, но тем не менее очень полезному, полезному и даже я скажу необходимому гаджету если вы ездите за рулем, а именно беспроводные блютуз гарнитуры от компании НьюБи под названием Би41. Это русскоязычная версия гарнитуры, а значит все подсказки мы будем не только слышать, но и понимать. Характеристики устройства вы видите на экране. Оставляется гарнитура в небольшой картонной коробочке со схематическим изображением товара и надписями уже на русском языке. Мелочь, а приятно. На задней части у нас указана модель и выбранный цвет гарнитуры. У продавца есть черный, белый и золотой цвет. Внутри находится небольшой кейс для хранения и переноски гарнитуры, инструкция и беруши для сна и отдыха. Инструкция мультиязычная, русский язык присутствует. Беруши запакованы в целлофановый пакет с надписью подарок. Подарок и подарок, надо будет ради интереса как-то воспользоваться ими. В санке есть небольшого размера 85 на 34 мм. На верхней части логотип производителя Ньюби, задняя часть гладкая. Для удобства переноски и или хранения на боковой части расположилась небольшая тканевая петелька и прикрепленный к ней небольшой металлический карабин. Молния практически в потай. Раскрываем наш чехол и видим два отсека для гарнитуры и для ее комплектующих. Давайте рассмотрим, что же у нас находится в достаточно большом комплекте. Заушных душек у нас целых три. Основная душка черного цвета с довольно мягкой заушиной из силикона. Нижняя часть с пластиковым ушком крепление вращается на 360 градусов. Две основные заушные душки пластиковые и уже не такие мягкие, как основная душка. Причем на одной из них также вращается крепление гарнитуры. Также в комплекте находятся три сменных силиконовый амбушюр и четвертая уже надета на гарнитуру. Благодаря идущему в комплекте дополнительному наушнику гарнитура может стать практически полноценными наушниками. Но учтите, что только в моноформате музыку прослушивать будет некомфортно, а вот слышать собеседника в шумном цеху или слушать аудиокнигу в метро, в самый раз подключается дополнительный наушник в микро-USB разъем для подзарядки нашей гарнитуры, превращая в такие себе моно наушники. Для подзарядки встроенного в гарнитуру аккумулятора емкости 250 мАч в комплекте находится небольшой шнурочек USB-MicroUSB. Гарнитура выполнена в черном цвете, покрытие глянцевое, которое пальцы собирает, но не критично. Вся боковая грань по сути является единой кнопкой управления, и на ней же нанесено клого производителя. Тот же расположился пластиковый кант, окрашенный под металл. Кнопка наживается достаточно мягко и с едва слышимым щелчком. На верхней части качель коррегулировка громкости гарнитуры. На нижней части физический переключатель включено-выключено. И я скажу вам, это большой плюс к удобству пользователя гарнитуры, так как в основном надо нажимать, зажимать кнопку, визуально не видно включена или нет гарнитура. Тут сразу все видно и понятно. На передней части у нас расположился основной микрофон, а в задней части microUSB разъем для зарядки или подключения второго наушника. По амбушюре небольшая металлическая сетка, под которой расположился довольно громкий динамик. Так же на передней части расположился светодиод индикации работы. Момент зарядки горит красным, если еще идет заряд. У меня эта процедура заняла около 3 часов, как и заявляет производитель. После полной зарядки горит синим цветом. Если гарнитура не сопряжена, то будет мигать разными цветами до момента сопряжения с телефоном. После сопряжения светодиод никак себя не проявляет. Начнем с сопряжением устройства. Оно автоматически переходит в режим сопряжения, если вы забыли включить Bluetooth на своем телефоне или это первый запуск устройства. Если этого не произошло, удерживаем основную кнопку более 5 секунд, пока светодиод не начнет мигать. Переходим в режим настройки Bluetooth телефона и выполняем поиск устройств. Спустя несколько минут устройство будет найдено и происходит сопряжение, о чем нам извещает женский голос в гарнитуре. Спаривание, телефон подключен. Включение и выключение озвучивает так. Включение и выключение соответственно. В своем телефоне отображается как LCB41, кодек SBC, статус заряда гарнитуры в телефон передается. В целом, что это русская версия, все действия гарнитура дополнительно озвучивает. Гарнитура включена или выключена. При входящем звонке говорит вам звонят, номер ИИИ или имя звонящего из телефона книги, к сожалению, не произносят. Если происходит оповещение в приложении, то проигрывается из рук приложения. Тоже есть плюс. После выключения гарнитуры и повторного включения спаривание с телефоном происходит автоматически примерно за 5-6 секунд, о чем нам бодро сообщает женский голос из динамика гарнитуры. При входящем звонке краткое нажатие на основную копку принять звонок, длительное удержание, отклонить вызов. В режиме ожидания двойное нажатие производит к вызову последнего набранного номера, а удержание кнопки вызова к вызову голосового помощника смартфона. В режиме воспроизведения музыки одиночное нажатие на основную кнопку это у нас пауза, повторное нажатие воспроизведения. Переключение треков происходит после длительного нажатия на плюс или минус кнопки громкости, если стала необходимость сбросить гарнитуру к заводским настройкам, перевести гарнитуру надо необходимым в режим сопряжения и потом зажать две кнопки громкости на 2-3 секунды. Если после включения гарнитуру не было сопряжения с телефоном или ПК, то через 5 минут гарнитура автоматически выключится. Для успешной и одновременной работы двух устройств надо вначале подключить гарнитуру к телефону 1, после успешного коннета включить и выключить на нем блютуз. Если подключение происходит в первый раз, то перевести гарнитуру в режим спаривания и сделать ее сопряжение с телефоном номер 2. Если же подключение было ранее, то проверить что произошел коннект с телефоном или другим устройством и только после этого включить блютуз на телефоне номер 1. При этом, если происходит воспроизведение звука или разговор по телефону 1, а на телефон 2 приходит новый звонок, то мы слышим звуковое уведомление об этом и кнопкой принятия отклонить можно переключиться на новый вызов на телефон 2. При этом вызов на первом телефоне будет сброшен. Так что не забывайте попрощаться с собеседником. Благодаря возможности работать с двумя блютуз устройствами, можно проведить конференцию в Windows и при этом переключаться на телефонные разговоры со смартфоном. Кроме этого, управляет Windows Play и даже музыкой на ютубе. Можно ставить на паузу и воспроизводить, чему был я откровенно немного удивлен. Как видите, второго микрофона для шутболения тут нет. Шум с улицы слышит ваш собеседник. Но скажу, за месяц использования гарнитуры проблема со слышимостью у моего собеседника возникла только один раз, а именно тогда, когда дул дикий ветер прямо мне в лицо и соответственно в микрофон гарнитуры. Все остальное время никаких жалоб от собеседников не поступало. Меня же слышно отлично и качественно, а также довольно громко. А вот на автономности я сделаю отдельный оцент. За три недели я не расставался с этой гарнитурой, совершая более чем по часу-полутора разговоров в день и только в середине четвертой недели я услышал в ухе, что ей требуется заряд. А выключилась она спустя три часа после первого предупреждения, при этом я не выключал ее на ночь. Первый день у меня было немного непривычно, дискомфортно, благодаря мягкому заушнику и нежной амбушюре у меня не возникло. Через неделю так вообще не замечаешь ее за ухо. Я нахожусь на улице с гарнитурой, проверка связи, 1, 2, 3, проверка звука, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Вот так вот меня слышно, поворачиваюсь в разные места, дует легкий ветер. Вот сейчас даже я в него встал, но как 3, 2, 1. Если разговаривать в машине, то звук будет вот таким вот. Раз, два, три, проверка гарнитуры. В принципе я говорю средней громкостью, но как бы я обычно разговаривала, если рядом со мной сидел какой-то собеседник. Вот такое вот качество звука, такая громкость. Проверка связи, 3, 2, 1. Раз, два, три, четыре, пять. Разговариваю сейчас я довольно спокойным голосом, не громко и не тихо. В том, что мы общаемся с вами в одном кабинете, сидя друг напротив друга. Вот такое вот качество звука вы сами можете услышать без всякой обработки. 3, 2, дальше говорить не буду. Зайчик убежал. Скажу так, за свои деньги это отличный вариант для ежедневной работы. Основными плюсами является суперавтономность от одной зарядки. Также однесу в плюсы, это очень удобная и мягкая посадка на ухи. У меня за день не вызвало никакого дискомфорта. Вполне нормальное качество звука и передачи голоса. Да и голосовые подсказки на русском языке тоже в плюс. Также понравилась физическая кнопка включения и выключения. не приходится ждать по 10 секунд основную кнопку управления, чтобы включить или просто выключить, проверить сопряженную ли сейчас гарнитур. К минусам могу отнести только одно. То, что при подключении второго наушника звук стерео не становится. Но с оглядкой на бюджетную цену гарнитуры я этого и не ожидал. Также не забываем отнести в плюс достаточно неплохой комплект, начиная от амбушюр, заканчивая заушниками. Ну, вы, друзья, не забывайте поставить лайк видео, подписаться на канал. Для меня это очень важно. Также не забывайте про социальные сети в YouTube, Вконтакте, Facebook и про телеграм-канал, где вы найдете не только купоны, акции, но различные интересные новинки из умного и не очень дома. Всем всего хорошего, пока-пока.